Висагинская публичная библиотека обновляется, становится более современной, удобной и комфортной для жителей и гостей нашего города. Совсем недавно завершились работы по обновлению сектора детской литературы в Центральной библиотеке. Здесь появились новые зоны для выбора книг на дом, чтения, демонстрации новых изданий и экспозиции творческих работ юных читателей. По результатам конкурса публичных закупок изготовлением мебели занималась зообломстринг. В оборудовании помещений для юных читателей приняли участие и меценаты, жители города. Мы встретились с директором Висагинской публичной библиотеки Ольгой Мельник и попросили ее рассказать об обновлении библиотеки. Действительно мы можем предложить нашим юным читателям обновленные помещения, за это мы должны поблагодарить членов Совета прошлой каденции за то, что было принято такое решение. Но как водится, на хорошие идеи денег бывает не хватает, поэтому здесь очень уместно пользуюсь случаем благодарю меценатов, которые нам помогли приобрести несколько недостающих предметов мебели. У нас есть выставочная зона, теперь зона детских улыбок, где сейчас проходит очередная детская выставка. Поинтересовались мы и судьбой уличных мини-библиотечек, из которых на сегодняшний день в Висагиносе действует только одна, расположенная возле поликлиники и больницы. Очень много вопросов по поводу мини-библиотек, будут ли они установлены, как было обещано. Спешу успокоить висагинцев, в ближайшее время это произойдет, и здесь огромная благодарность зала Висагино-линия, которые предложили свою помощь. Кроме тех библиотек, которые займут свое законное место, будет остановлено и одна дополнительная по просьбе наших читателей на улице Энергетику. Поэтому в ближайшее время ими можно будет снова пользоваться, и, надеюсь, это порадует наших читателей. В заключении Ольга Мельник обратилась к жителям нашего города с приглашением поддержать библиотеку. Пользуясь случаем, благодарю всех, кто помогает в обновлении библиотеки. У нас много идей у коллектива, и есть уже просьбы от наших читателей и посетителей. Идей много, планов много, поэтому приглашаю переводить часть средств от своего подоходного налога, а также можно переводить на счет библиотеки благотворительной, поскольку у библиотеки есть такой статус. По сильную сумму можно перевести на счет, указанный на экране с обозначением платежа обновления библиотеки. А коллектив висагинской публичной библиотеки отблагодарит горожан новыми мероприятиями, уютными уголками для чтения досуга, а также интересными проектами. К слову, о том, в каких проектах принимает участие библиотека, мы расскажем в наших следующих репортажах.